Всем привет! В этом видео покажу внутренности блока от музыкального центра Samsung Max 460. Это двублочная аудиосистема, в которой один блок это кассетная дека, двухкассетная дека плюс дисковод. А второй блок это собственно блок питания, усилитель, тюнер, аудиопроцессор. Данный музыкальный центр, насколько я понимаю, 93-95 года выпуска. Логотип Samsung здесь еще без овала, то есть старый. Вроде как, как раз таки, в 95-м году логотип уже стал овальным, а здесь он еще такой. И с тех пор, с момента производства, сюда не ступала ни рука, ни нога человека, только пыль. И, собственно говоря, я в этом центре был первый. Ну и давайте посмотрим. Сейчас все собрано, кроме основного железного кожуха. Естественно, разбирался он для очистки от пыли. И я опять, конечно же, эту чистку провел так, как это делать не надо, а именно просто все это помыл. Но один мус-центр уже так угробив, я теперь дам ему на просушку минимум дня три, а никак не сутки. Тем более, пока сезон не отопительный. Итак, давайте же посмотрим. Для начала, что сзади? Сзади выходят два шлейфа. Один выходит с боковой платы, второй с нижней платы. Эти шлейфы уходят на второй блок. Есть вот такая стяжка. По-видимому, она тут сновья осталась. Вот наклеечка с информацией. Стерейник. Выведенный наружу радиатор усилителя. Вот почему-то любят так Samsung делать, даже когда внутри место позволяет. Возможно, для лучшего охлаждения. Возможно, такой своеобразный, скажем так, понт. Снизу разъемы под акустику. Клема заземления. Точнее, не клема, а... Да, не, клема, все правильно. Два входа. Один из которых обычный AUX. То есть, это компьютер, телефон, телевизор, DVD-плеер. Все, что угодно. Хотите, подключайте. То есть, этот музыкальный центр, вот этот блок можно использовать просто как компактный усилитель. Если он вам достался отдельно. А вот эти провода можно спрятать. Точнее, даже нужно, если у вас нет второго блока, спрятать внутрь. Не отрезать ничего, не издеваться. А просто вот эти вот пластмасски. Они выдавливаются. Нужно надавить на четыре защёлки. И всё это можно... А, эти защёлки, они... Вот они из двух половинок состоят. Они разжимаются. Всё это убирается. Чтобы оно не болталось и не мешало. Хотя я сторонник того, что такую аппаратуру оставлять в полном стоке. Не разокомплектовывать, не отрезать, не выкидывать блок дисковода и кассетника. Хотя я знаю, есть такие. Осуждаю такое, кстати. То есть, один вход это AUX. А второй это фоновход. Точнее, вот фона, вот AUX. Фоновход это значит, что к данному аппарату можно подключить проигрыватель пластинок. Виниловый проигрыватель. Который не имеет встроенный фонокорректор. То есть, большинство виниловых проигрывателей. Вернее, как, все виниловые проигрыватели. Я уж не знаю, кого там большинство или меньшинство со встроенным фоником. Но здесь есть фонокорректирующий вход. Сверху клеммы для АМ-антенны. И обычный разъём для FM-антенны. И да, это не телевизионный разъём. Это получается папа. А в телевизорах разъём мама. То есть, этот поуже. И здесь как бы тонкий штырёк. А в телевизорах он толстый. То есть, это как антенный штекер, который вставляется в телевизор. Поэтому, кто предлагает сюда втыкать антенны для телеков, я не знаю, как вы, блядь, это делаете. Сверхразума, походу. Итак, вот такая красота внутри. Сколько всяких деталей. Кстати, в данном аппарате платы, я так понимаю, говняный гетинакс. Потому что оттенок тут неприятный. И знаете, есть такая особенность. Когда платы моешь, они потом сильно воняют. Но не все. Так вот здесь вонючие платы. То есть, если они влагу впитали, и пока они не высохнут, они будут довольно-таки мощно вонять. Так же, что интересно. На задней стенке, вот этой пластиковой, изнутри есть какое-то напыление. То ли это такая краска специальная. Она какая-то, не знаю, как грунт, что ли, какой-то. Похоже на правду, как будто это какой-то грунт. Она шершавая, матовая, как наждачка. Может, это типа какая-то экранирующая краска. Вполне, кстати, вероятно. Но я такого больше нигде не видел. На всех более поздних Samsung'ах. Просто задняя стенка и все. А тут она вот такая вот интересная. Кстати, радиатор действительно полностью выходит сюда. Трансформатор. Здесь вот такой маркировки. Из него выходят три шлейфа. Вот один входной. Вот это, видимо, дежурный шлейф. Идет. А вот это идет основной силовой. Все они отсоединяются. В отличие от второго блока данного музыкального центра, здесь все разъемные соединения нормальные. В отличие от... А, я уже сказал. В отличие от... Короче, удобные, которые можно просто втыкать-втыкать вслепую. И не нужно всматриваться. А не загнулся ли контакт и так далее. Ну, кто видел ролик про второй блок, тот поймет. Если, конечно, я его выложил раньше, а не выложу после этого видео. Трансформатор, естественно, отсоединяется. Вот именно этот аппарат очень удобный в плане ремонтопригодности. Обслуживание гораздо удобнее, чем второй блок данного муз-центра. Есть всякие переменники, как вы видите. Вот как раз-таки переменники, относящиеся к тюнеру. Надо поставить метки и попробовать их хотя бы на полшишечки провернуть. Может быть, прием на FM вернется в норму. Потому что здесь он со смещением. Притом, опять же, что сюда никто никогда не лазил. Я повторяю, такое у меня не первый раз в музыкальных центрах. Что интересно, передняя панель соединяется аж пятью разъемами. Раз, два, три, четыре, пять. Или шестью. Нет. Шестью разъемами. Вон шестой. Это, короче, раздельные разъемы. Это не цельный. Видите, вон пробел есть. Также, что можно видеть? Можно видеть моторизированный переменный резистор на громкость. Не цифровой, а аналоговый переменный резистор. То есть, у него есть начало, у него есть конец. И мало того, что он моторизированный, он еще и с подсветкой. Вот отсюда выходит свет, попадает на вот этот пластиковый отражатель и остается вот здесь. Кстати, да, регулятор громкости довольно-таки легко снимается. Странно, почему? Лучше, наверное, его как-то здесь зафиксировать. А то так можно и потерять. Кстати, у данного музыкального центра слегка шуршали кнопка усиления басов, кнопка сурраунда, особенно она, и в крайних положениях регулятор баланса, которые, кстати, все находятся на передней плате. Регулятор же громкости работает идеально, что как раз-таки говорит о том, что он хорошего качества. А вот, например, переменник баланса, качество похуже. Кстати, да, смотрите, вот так вот навешанный конденсатор, и это завод. И ничего, 28 лет проработало. Ну, хотя не все 28 лет, но ему сейчас 28 лет, он работает. В ремонте не нуждается. Так, давайте-ка я... Да, кстати, передняя панель крепится снизу винтами тремя. Посмотрим вот эту плату. Вот, кстати, в музыкальных центрах нет такой фигни, как в кинескопных телевизорах, когда бывает от какого-то телевизора плату промоешь, а она березым каким-то налетом потом вся покрывается. Ну, не вся, а в основном края. В музыкальных центрах никогда такого не было. Вот видите, он отмытый и он идеален. Так, и что же здесь за усилитель? А вот стк 4181. Там даже написано стерео амплифер. Вот, когда я в первый раз мыл платы от музыкального центра, кстати, в первый раз я это делал, потому что они были загажены тараканьим говном, то там получается, видимо, много воды попало под вот эту вот панельку этой сткшки, и вода там осталась и не высохла. И несмотря на то, что там все просиликонено, ну, когда я включил, началась, собственно говоря, реакция, и микруха скончалась. Сначала один канал, потом другой. Она шуршала, потом гудела, потом перестала гудеть, потом один канал даже начинал работать, и в итоге она не сгорела. То есть, коротыша нету, защита не срабатывает, но звука нет. Вот такая печалька случилась с другим самсунгом в 2017 году. Я, кстати, до сих пор его не разобрал, не продал, но и сткшку, блин, не поменял. Хотя мне уже даже заслали двух сткшек таких оригинальных с распая, выпаянных рабочих. А мне все впадло поменять. В общем, вот такой вот красивый изнутри аппарат. И я в этом видео, не помню, говорил я или нет, центр такой специфический, своеобразный. Самое лучшее в нем, это вот этот блок усилителя. Короче, в чем своеобразность данного музыкального центра? Он выполнен довольно-таки качественно, все-таки это первая половина 90-х. Кто бы как не рассказывал про экономию, выглядит все красиво, солидно. Не видно, я вот не вижу, чтобы тут как-то жестко экономили. Конечно, есть пропуски элементов в некоторых местах, но тем не менее. При подключении неродной акустики звучит он шикарно. И главное, что это универсальный музыкальный центр. К нему можно подключать все, что хочешь. Второй блок дисковода и деки тоже не выглядит особо каким-то ущербным. То есть, именно сами блоки у него отличные, не побоюсь этого слова. Прям шикарные. А вот акустика, увы, подкачала. Конечно, она тоже крепенькая, красивая, но со своими особенностями, скажем так. Видео по ней тоже будет. Вот эта акустика. Она выглядит, если снять гриль и даже как-то по-японски. Но есть свои особенности внутри. А поподробнее в следующей части.